Добрый день, дорогие наши агроклассники! На связи Аграрный университет, и как всегда, с вами я, Шарлина Ольга Вячеславовна. Сегодня у нашего вебинара продолжает технический факультет, и у нас сегодня в гостях доктор сельскохозяйственных наук, доктор технических наук, Позняков Василий Дмитриевич. Тема сегодняшнего вебинара – инженерное решение для молочного скотоводства, «Как выбрать лучше для небольшого бизнеса». Василий Дмитриевич, вам слово передаем. Добрый день, уважаемые слушатели! Я хочу остановиться на основных вопросах и начать вот с чего. Первое, что оказывается, производство продукции, животноводство рассматривается как сложная биотехническая система вида человек, машина, животное и окружающая среда. Начинать свой бизнес, вот именно в молочном деле, нужно выполнить следующее начать. Первое – это выбор породы коров. Для Оренбургской области районерным является красно-степная, улучшенных пород галштинами, сементальские, черно-пестрая. Второе – это вскармливы, выращение нетелей. Это сложный процесс. Третий вопрос – это подбор коров, машин до имени и их приучение. Для этих целей тоже используются инструментальные методы, которые позволяют определить форму вымень, размеры и так далее. Напомню, что самая пригодная форма вымень для коров является это чашообразное, ваннообразное, полное прикрепление к брюшине, соски симметрично расположены, размеры сосков где-то длиной 8-10 см, конусообразные или цилиндрические, в то же время диаметр основания где-то 25-27 мм. Приучение животных, особенно первотелок, это к виду давильного аппарата, затем к его работе, как он работает, пульсатор, слышно там частично шипение воздуха, потом приучение к воздействию руки оператора к вымени. И последнее, это, так сказать, акцентирую внимание на будущем характере доения, то есть организации доения. Второй вопрос, это выбор оборудован для доения. В настоящее время давильный аппарат, давильный агрегат выпускают 17 товаропроизводителей России. И не всегда давильное оборудование соответствует техническим и технологическим требованиям. Напомню вам, что самым распространенным давильным аппаратом является давильный аппарат АДУ-1, двухтактное сосание, сжатие, такт отдыха нет. Вторым аппаратом является трехтактный Волга, который рекомендуется для раздаивания коров в родильном отделении и в первый месяц после отела. В настоящее время выпускают аппараты, да и, как я уже сказал, 17 товаропроизводителей. Лучшим из них является, это Фемекс, фирма Подмосковья, которую возглавляет член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор, профессор Цой Юрий Алексеевич. Второй хороший товаропроизводитель, это Удмуртия, город Ижевск, Ижлайн. Третий товаропроизводитель, порядок, так сказать, его, это наши соседи Белоруссия, Запад, Агромаш, Гомель, Украина, Литва, Латвия, фирма Латра. Ну и неплохие давильные аппараты выпускают наш традиционный завод, Курган, Сельмаш и Челновершинский. Это Самарская область. Некоторые фирмы есть однодневки, к ним относиться нужно очень осторожно, вернее, к этой продукции. Но это фирма Доггер, которая в Рязани. Или другие, которые берут комплектующие зарубежных фирм, а соединяющие детали делают свои, выставляя их на продажу. Для индивидуальных фермерских хозяйств целесообразнее того определиться, какое поголовье. Ну, можно использовать модульный ряд давильных установок, выпускаемых Курган Сельмашем от 20 коров до 80, до 120, 30, 40. Хороший оборудование выпускается в виде передвижных давильных аппаратов. Вот есть до 10 голов тот передвижной давильный агрегат ПДА-2. Отечественное производство и зарубежное совместно немецко-американской фирмы Вестфаля-Серкс. Ну, для более 20 голов или даже 20 голов можно передвижной давильный агрегат МАЯК, который выпускает Новосибирск. И давильные аппараты на 4 давильных аппарата, у которых реклама названия «Мечта». А вообще Марк ПДА-4. Для этих условий с поголовьем 20 и более голов, можно использовать модуль давильной установки, выпускаемый Курган Сельмашем. Это установка УДС-3.0Б. То, что касается сейчас следующего вопроса, это мне хотелось бы отметить технологию машинного доения. Пока не будет отлаженной технологии машинного доения, об эффективности процесса говорить нечего. Технология машинного доения заключается в строгом, последовательном выполнении операции. Это подготовки коровы к доению, выполнение непосредственного доения и заключить операцию. Цель подготовительных операций – это вызвать полноценный рефлекс молокоотдачи, который должен поддерживаться в течение всего процесса доения. Процесс доения, как правило, 5-6 минут. Что для этого нужно? Первое – это подмыть вымя теплой водой. Температура 50-55 градусов. Причем подмывать вымя нужно от верхней части зеркала до низкооснования сосков. Вторая операция – это удаление влаги с поверхности вымяни. И в то же время это эффективный массаж. Как будет проводиться? Уральским методом классическим, когда доярка расположена рядом с коровой, или же латвийским, когда доярка расположена сзади животным, то есть воздействие на вымя между ног. Массаж должен быть эффективным и в конечном этапе даже подталкивание, легкое такое, как имитация корова, провокация на действие теленка. 40-секундный массаж, по мнению ряда авторов, в частности сотрудников нашей каферы, способен вызвать рефлекс молокотачи у каждого животного. От легкого касания кончиком пальцев до запястья подталкивания. Ручная необходимая операция до сих пор. Это сдавение первых струек из каждого соска и контроль качества. Сдавение первых струек опять преследует цель взаимодействия теленка с соском в имени. И удаляется наиболее бактериально осемененное молоко из цесцерны соска. И по качеству молока можно судить о состоянии выменя, внутреннем, так сказать, заболевании. Если имеется кровь, небольшие струйки, твороженство цвета белок, характер той, говорит, что эта четверть поражена. И доить ее нужно в отдельную емкость. И самое главное, после доения обратиться к ветеринарному специалисту и проконсультироваться на предмет дальнейшего лечения. При доении аппарат жесткого самодействия с выменем наползает на соски, особенно, когда техническая сторона доильного аппарата желает иметь лучшего. Вот масса подвесных частей доильного аппарата коллектора, стакана, часть шлангов она рассчитывается так, что для трехтактных это в пределах 1,7 килограмма. Для двухтактных, которые более жестко работают это 2,2 и 1,1 килограмма. В такт сжатия доильный аппарат должен слегка отходить вниз, освобождая проход между цистерной четверки и цистерной соска. Когда он наползает, то он пережимает этот проход и у меня остается до литра более молока. Причем это молоко очень жирное. Жирность достигает 8-12%. Недополучаем жир, это раз. Во-вторых, недополучаем молоко, там 250 грамм, 300 грамм, а бывает и больше высокопродуктивных. И отрицательный момент неполноценного выдаивания вот этого вот, и все, корова преждевременно уходит в запуск, снижая продуктивность и так далее. И вот в процессе доильный, доярок наблюдают за поведением животного, как работает доильный аппарат, за истечением молока через специально смотровые стекла, через специально смотровые стекла для прозрачной шланги. И вот при снижении интенсивности молокоотдачи в меньше, чем 800 грамм в минуту, целесообразно и необходимо провести машины до доивания. Слегка оттянуть коллектор доильный аппарат вниз-вперед и покачивая, наблюдать. Поток молока, естественно, увеличится, а поток прекращается. И при снижении молокоотдачи 200 грамм в минуту аппарат нужно отключить. Мы больше будем иметь отрицательных последствий, нежели чем в имени останется где-то до 200 грамм молока. Снять аппарат тоже нужно умело, не допуская прососов воздуха, потому что прососы воздуха это загрязненный воздух, возможно, пыль, волос на поверхности, кожного покрова попадает в молоко, снижая его механическую, повышая в нее механическую загрязненность, что, соответственно, выразится и закупочной цене, то есть сортность молока. После снятия доильного аппарата, посмотрите, как его состояние выявлено. Остало дряхло, потому что опорожнилось молоко. В течение шести минут корова находилась в напряженном состоянии, и нужно снять сейчас это напряжение легким поглаживанием в имени, легким поглаживанием в имени, а также, в общем, последующая обработка, особенно сосков, это антисептическое вещество, в которое включается жир, включается небольшое количество йода, хлора, обеззараживает участок. Вот это то, что касается технологий доения. Я бы хотел сказать о теперь технической стороне доильных аппаратов. Доильные аппараты, трехтактные у Волга, работают мягко, такт отдыха обеспечивает снижение напряженности в имени, но они низкопроизводительные, и доить высокопродуктивных коров, у которых даже удой 3000 и больше, до 3000 даже, невыгодно. А если животное высокопродуктивное, дает 4, 5 и 6 тысяч литров молока, есть такие у нас хозяйства, в которых надаивают, вот, например, хутор Степановский, племборепродуктор, совхоз Красногорский сейчас, племб, совхоз, Сарактарский район, то, значит, доить таких высокопродуктивных коров ими неэффективно. Это второе. Третье, что просасывая большое количество воздуха в такт отдыха через коллектор, который находится на высоте от пола где-то порядка 15-10 сантиметров, все запахи, то, что стоило площадки, все они попадают в молоко. Поэтому высокопродуктивных коров доить только двухтактным аппаратом. Причем двухтактные аппараты есть классические, которые работают по принципу сосания и отдыха, и есть по парным доениям. Когда коллектор и пульсатор обеспечивают выдаивание четвертей задних, например, задней доли, передней доли, или левой, правой, это облегчает режим наения, снижает нагрузки на вымя. Вот это то, что касается доильных аппаратов по парным действиям. Самый хороший доильный аппарат по парным действиям это зарубежных фирм. зарубежных фирм. Это Деловаль, Швеция, это Вестфалия, Германия, итальянские, сейчас Испания поставляет, Китай даже, Израиль стал поставлять. Наши фирмы с пользой лицензии на производство, берут комплектующие детали основные этих фирм, а на наших заводах производители ставят адаптеры. Ну, соединительный шланг, переходники, там, все что угодно. То, что касается дальнейшего доения, это, как я говорил уже, или агрегаты, или установки. Вот в коровниках целесообразно использовать при призном содержании доильные агрегаты модульного типа с молокопроводом. Даже на 20 голов и тонн можно использовать доильный агрегат. Не говоря уже, если будет 40 и 60 коров. Ну, а если предприниматель имеет 100 голов и более при призном содержании, то это отдаем 8, отдаем 12 доильные агрегаты, модульный вариант. Для доения коров летних, на летних пастбищах целесообразно использовать, как я уже говорил, или передвижные, да и на агрегат, такие, например, как ПДА-4, мечта. Так. Или же установки, модульный тип по парной станке, это установки УДС-3-0Б. Кстати, выпускается в модуле один станок, один спаренный станок. Это где до 10 коров, два спаренных станка, 20-25 коров. Ну, а если 3 спаренных станка, значит, это получается уже до 60 более голов. То, что касается обслуживания вот этой доильной техники, это тоже возлагается на оператора, слесаря, или даже если это будет фермер, сугубно на него. Это до доения, привести доильный аппарат в надлежащий состояние, проверить его комплектность, работоспособность. После доения смыть грязь с наружной поверхности, затем прополоснуть доильный аппарат, просушить его и поставить на хранение. Для выполнения этой операции используются как ручные способы, так и автоматизированные. Кстати, например, на доильных установках, выпускаемых как курган-сельмашем, так и желательно другими, предусматривается разный вариант устройств для обслуживания доильных аппаратов. Это как автоматические, полуавтоматические, ручные. Один раз в 10 дней или же один раз в неделю аппарат разбирать нужно и чистить все детали, которые с гершами, которые соприкасаются с молоком. Которые соприкасаются с молоком. Особенно это внутренняя поверхность доильных стаканов, шланги, коллектор. Основным показателем качества молока это является его жирность, белковитость, бактериальная семененность и сухое остаточное молоко, а также способность молока к термофильной обработке. Термофильной обработке. Последний уход на молоко предусматривает сдачу молока только охлажденным при температуре не выше 4 градусов Цельсия. Поэтому после доения молоко освобождается от механических примесей при помощи фильтрующих элементов. Это два слоя марли, например, ловцам, фланель. или же через специальные иглопробивные материалы, не тканые, что называют их, а также при центробежной очистке от механических примесей, которые проходят через цедилки, фильтр и так далее. охлаждать молоко можно как в проточных вариантах через охладители, но это для крупных таких уже товаропроизводителей с поголовьем, которые 80-100 голов. А для начинающих можно просто использовать ванны. Ванны для охлаждения или простой артезианской водой, или ледяной водой, а также ванны, которые имеют встроенные холодильные установки. В тех случаях, когда молоко подвижен заболеванием вирусным, молоко обязательно пастеризуют. Оставляя на последующий вопрос время, я бы хотел сказать, что производство молока связано не только с доением, а зависит от того, каков уровень кормления и содержания животных. Ну, вот в последнее время для небольших ферм стали выпускать установки комбикорма, мини-комбикорма. Установки это доза агра. Доза агра. Доза агра позволяет комбикорм приготовить в условиях хозяйств, фермерского, подворья, как угодно. Значит, это концентраты дробятся, причем набирается полный пакет, начиная от зерновых, бобовых культур, добавляется соль, мел, витаминная мука, все это смешивается и на весовой платформе учитывается как общая масса дозы, так и порционный состав. в качестве корма как проблемы в этом году, год прошлый год был неурожайный, значит, это грубые корма и сочные корма. Грубые корма это в основном сено целесообразнее заготавливать в улонах или плотного прессования тюки, или же рыхлого рулона, причем с оборотом укрытием полимерной пленки. Последний опыт показывает целесообразно заготавливать средний между силосом и сеном это синаж, причем вариант последний для фермерских хозяйств небольших целесообразно использовать заготовки сенажа в полимерные рукава как оболочек для колбасы. Сохранность практически стопроцентная. Диаметр и размеры вот этого чулка в кавычках оболочки самые разные. Начиная метр диаметром и заканчивая метр восемь два десять. Сохранность стопроцентная. Целесообразно при кормлении значит использовать кормосмеси. И вот такие кормосмеси можно готовить в мобильных агрегатах мобильных агрегат кормораздачка. Такие как СК-8 измельчитель смеситель кормов. так для крупных товаропроизводителей можно использовать измельчитель и смеситель раздачи кормов типа СРК-8 фуражир который грузит корма значит или грефер который фуражир который зарезает прошу прощения корма измельчает а греферный погрузчик просто грузит а потом доизмельчаются при смешивании. Если говорить теперь о следующих процессах которые способствуют эффективному внедрению значит машинного доения это создание комфортных условий среды обитания как животных так и для людей. Это освещение это отопление так микроклимат ну в некоторых хозяйствах даже используют функциональную музыку включают легкую музыку при доении и перед доении минут за 10 и тогда животное у животных вырабатывается стереотип стереотип на доение и настраиваются на благо получен исход вот это то что касается этого вопроса одним из больных вопросов который в молочном скотоводстве это низкий профессиональный уровень обслужив обслужив персонала вот если вы посмотрите программный документ российской федерации это стратегия машинно-технологического обеспечения производства из хозяйственной продукции России на период 2013 2020 год и вот там до всех стратегиях поливодство желудноводство желудноводство пиццеводство овцеводство козоводство и здесь стоит вопрос подготовка квалифицированных кадров вот в одном из своих выступлений Владимир Владимирович в декабре месяце беседы с молодыми начинающими будем говорить товаропроизводителями сказал что никакие вложения не окупятся если не будет хорошо отлажена технология а технологии без кадрового обеспечения это на бумаге можно изобразить в виде квадратиков валов и все прочее то есть кадровое обеспечение подготовка кадров подготовка мне очень нравится работать с вами в которой представительство значит что действительно начинается с выбора профессии выбора профессии и значит последующие вот формирование общих положений специальных знаний формирование можно будет улучшить когда будут использоваться специальные технические средства ну например тренажеры тренажеры для обучения машинному доению не надо эксплуатировать животное в кавычках которые высокопродуктивны не надо держать специальных коров которые низкопродуктивны только для обучения это а можно специальные тренажеры причем ведь когда формируется навык ответ на реакцию животного может быть самая простая только на болевые ощущения а вот насколько воспринимается насколько качественно выполняются операции тут контролируется только или обучающим или же самим обучаемым что трудно представляемо ну и вот одним из форумов одно из форумов значит формирование профессионального мастерства которое еще раз напоминаю что по результатам исследований сейчас молочном скотоводстве недополучаем 20-25% только не того что плохое кормление а то что низкое качество обслуживающего персонала не соблюдается технология это школы профессионального мастерства когда действительно начиная с учебных классов затем районное соревнование конкурса мастеров юных мастеров машин надоения затем областные региональные вот приятно отметить что последние два года три года к нам приезжают на кафедру победители значит районных конкурсов областных конкурсов мы готовим готовим на конкурсы профессионального мастерства ну как правило занимают призовые места вот например с Переволодского района были с Новосельковского района с Кумандыкского района были девочки ребята в последующем потом будет говорить негласно вне конкурсном поступлении в аграрный университет среди таких выпускников есть тоже конкурс но он не общий поэтому победители выпускники аэроклассов безусловно пользуются приоритетом при зачислении в ВУЗы ну то что как я представляю кафедра механизации технологических процессов желудноводства значит кафедра проводит обучение специальностям таким нас проходят агрономы агрономы как первая часть полеводства растневодства вторая часть животноводства технологи производства продукции животноводства зоотехники ветспециалисты даже студенты экономических факультетов и то обучаются нашей кафедре говоря об инженерах инженерный профиль безусловно многие из них значит затем получают знания и открывают свое дело фермерские крестьянские фермерские хозяйства кстати вот сейчас исполняет обязанности министр сельскохозяйства Шмарин Василий Николаевич он вам и даже будет слушать вот он будучи студентом занимался углублено изучением отрасли животноводства потом успешно работал главным инженером хозяйстве одном из лучших хозяйств Тюльганского района затем его руководителем затем главой администрации ну и сейчас накопленный опыт свой будет внедрять на областном уровне я бы хотел закончить свое выступление не только критикой вот того что как сейчас вот показывают что вот там корма не хватает вот здесь то-то то-то еще раз подчеркну что действительно наша область это огранная недра нефть газ скоро закончится и правильно что сейчас понимает наш руководство области самое прямое участие в совершенствовании системы производства полеводства продукции полеводства животноводства хотя эти две отрасли они связаны полеводство дает животноводству корм сырье первого порядка животноводство тоже дает полеводство сырье второго порядка это удобрение органическое практически нет сейчас удобрения которое бы вот именно было приятно воздействовать на агрокультуру агрокультуру микрофлору которая обеспечивает переработку остатков корневищ значит пожнирные остатки в органическое удобрение сейчас технология вот переработка навоз удобрения не только как органическое удобрение а ведь пожалуйста сейчас перерабатывает на биогумус навоз калифорний период период под этим биогазом как глубокое топливо а в летний период когда расход уменьшался его потребности снижались соседям даже будем так сказать продавали в кавычках кроме снижались биотехнические животные по своим законам функционируют биологии этологии физиологии и так далее машина по своим законам механики гермодинамики ядравлик как угодно человек непредсказуем и поэтому там сложные законы биологии и психологии в комплексе решать это нужно всем вместе какие вопросы будут пожалуйста постарались ответить а если нужны будут дополнительные какие-то консультации пожалуйста можете обращаться через наш отдел к нам на кафе кстати последние были повышение квалификации очень много вопросов задавали по существу с разных хозяйств это уже умудренная опытом инженера за техники были стаж у которого почти 30 лет и по новым направлениям всегда получали квалифицированную информацию спасибо Василий Дмитриевич я такой вопрос к вам расскажите немножечко о том как вы проводите ваши занятия со студентами какое у вас есть оборудование какое новое оборудование закупил университет то есть что ребята могут да я могу сказать раньше было у нас две каферы сельскохозяйственных машин и механизм жирного сейчас мы объединенные значит в полеводстве значит используют самые современные машины для заготовки кормов это фирма французская КУН немецкая фирма есть даже итальянские машины вот именно по заготовке сенажа в рулонах сенажа будем так в упаковке такой кроме этого посевные агрегаты сейчас пока девять с половиной один кстати один из первых в области был приобретен Кузбасс который одновременно позволяет почву перед посевом без спашки культиватором приподнять разрыхлить посеять посев не трочно не ленточный не пунктивный а медным разбрасыванием что обеспечить равномерную площадь питания для каждого ну и современные тракторы комбайна для Каполесья наши которые простор идут Красноярске Ростов-Донске а то что касается жерудноводства механизации жерудноводства то приобрели значит комплект оборудования для доения и первичной обработки молока это отече доения аппараты разных товаров производителей это зарубежные это аппараты в общем самосовременные которые двухтактно попарно доение для доения коз овец сейчас серьезно разработка работа ведется одним из аспирантом соискателей доивный аппарат для доения лошадей там уже серийно не выпускается доивный аппарат отечества зарубежные это как правило дорогие дорогостоящие ну и лабораторная база обновляется классы компьютерные на которых можно виртуально проиграть получить информацию все что угодно скажите а на выездные занятия практически вы ездите на какие-то фермы с студентами совершенно правильно вот за последнее время последнее время конечно число таких ферм как и показательных в общем это существенно изменилось снизилось ну вот пожалуйста в Саракташском районе совхоз Красногорский самое современное оборудование для доения для приготовления кормов для раздачи и так далее выезжаем туда Ивлга сервис это вот Дедуровка ну а также ближ лежащие вот например Октябрьский район это сейчас скажу Харпопок Владимир Иванович покойник там был сейчас его возглавляют наши выпускники тоже там доильная установка тандем автомат или же и черный отрог где самая современная стоит установка когда один оператор обслуживает порядка около 80-100 коров выезжаем вот последний был на птицефабрике России бывший сейчас бройлер который участвует при внедрении седьмого цеха содержание бройлеров не на подстилк несменяемый а на клеточное содержание итальянской технологии то есть наши студенты могут увидеть все это да они приезжают на практик туда возим их все по договору а сейчас вот в летний период формируют бригаду будем так сказать группу студентов которые будут работать на самых современных тракторах класса где-то 5 тонн это К710 Т150 они сейчас уже проходят подготовку специализированной теории проходили а сейчас практика проходит вождение комплектование агрегатов так что все это ведет через центр подготовки нашей скажите а в чем вы видите перспективность развития оборудования для доения для доения я бы сказал что сейчас нужно нам ориентироваться на удой где-то не ниже 5000 а для этого нужно будет в первую очередь иметь самый современный доильный аппарат который высокопродуктивный высокопродуктивный будем говорить так в кавычках и технологичный это первое второе в общем это использование доильных установок не в коровниках а на площадках таких как типа тандем для среднеподобранного стада елочка и конвейерный карусель вот такие когда за один оборот 5 минут 40 коров одновременно можно обслужить два оператора и последнее что вот хотелось бы сказать что это действительно формирование службы сервиса обслуживания или же подготовкой кадров на местах или же в общем действительно дилерами которые поставляют я свято верю что это действительно вступая сейчас в ВТО при настоящем уровне мы не выдержим конкуренции затрат труда если там составляет 0,7 0,5 человека часа на один центр мы если три и более просто будем над бортом понятно Василий Дмитриевич благодарим вам за наш вебинар за ваши ответы ну что дорогие ребята у вас осталось времени уже совсем мало у нас осталось последние два вебинара так что какие вопросы будут звоните пишите задавайте вопросы вашим руководителям кто ответственный за вашу школу не стесняйтесь ну что наш вебинар подходит к концу мы не прощаемся говорим до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч